Итак, здрасьте! В прошлый раз я подписал себя как блог шизоидов, но в комментариях мне написали, что таких как я нужно изолировать и истреблять, потому я убрал это название, хотя это соответствует моему диагнозу. Ну да ладно. Сегодня у нас на обзоре такая шляпа, а шляпа называется. Ролл. Впервые на рынке. Стоит двадцать пять рублей. Тьфу ты, двадцать рублей, прошу прощения. Тут написано хватай и хрусти, хрусти и не писти. Хрустящая вермишель со вкусом сметана. На-на-на. И лук. Но при детальном рассмотрении я посмотрел. Оказывается, это продукт от компании Роллтон. Это то, чего я никогда не покупаю. Я не люблю Роллтон. Я считаю, что это говно-бич пакет. Но поскольку я поддался такой вот красивой рекламе, хрустон, Ролл, Ролл. Типа, знаешь, Ролл, Ролл. Да-да. Я решил попробовать. Ну все-таки, что-то, двадцать рублей, ну да ладно. Выглядит это дерьмо, конечно, довольно странно. Тут написано. Вот вообще, блядь, хрен поймешь, чье это производство. Ну то есть Роллтон, но где оно делает? Да, я спрашивал продавщицу с такими нежными рабочими губами. Как это все готовить? Она говорит, просто грызите. Ну да. Но судя по тому, что я пытался нажать, я не знаю, какие здесь зубы нужны, чтобы грызть. Так, ну-ка. Музычка. Так вот, разгрызть я это не могу. Реально. Вот эти шарики. Ну я не знаю, кто их прессует. Но маркетинговый ход вполне достаточно, хороший. И потому я решил залить, по всему дачу, водой. Потому что, действительно, как там пишется, грызь, грызи. Грызть их невозможно. Что-то странное, на самом деле. Очень странное. Но как можно грызть? Типа хватай и хрусти. Блядь, ну это правда не семечки, ребята. Вы издеваетесь? Вот этой хернёй можно зубы себе испортить. Но я, допустим, думаю, что вот как, когда суп делаешь, они вполне могут пойти за макарошки. Да, вот в суп бросаешь, все макарошки. Вот я их сейчас забросил. Я много чего хочется рассказать, конечно, но у меня совсем нет настроения. Просто я увидел эту шляпу и решил сделать обзор. Ну что это? Хватай и грусти. А, и грусти. Да, о, грусти. Поломайте зубы только, ребята. Выглядит, конечно, красиво. Я реально, думаю, офигел. Думаю, ничего себе. Грусти. Ну, когда я пытался их сжать обеими пальцами, руками, у меня раздавить их просто не получилось. Хотя милая девушка с рабочими губами и такими красивыми шариками объясняла. Вы говорите, кушайте их, просто берите в рот и нежно облизывайте. Она говорила, а я смотрел на её губы. И у меня мысли были, как вы понимаете, совсем не об этом. Но, посмотрите, во что превращается эта хрень. Вот. Сейчас она уже, вроде как, мягче. Блин, давай сюда. О, видите? Ну, да, в принципе, достаточно её чуть-чуть. Я так полагаю, что полностью её заливать не надо. Ну, вот так вот, видишь? Ну, марокканцы. Ну, да. Я не знаю, почему я макароны называю марокканцами. Марокканцами. Да. То есть много воды заливать не надо было. Кстати, да. Это точно. Мастер-шеф, ты пиздюк. Слышал? В натуре. Я же совсем забыл свой старый способ. А что, если взять и побрызгать на эту пиздюк? Вот смотри. Это похоже на женские шарики. Два. Вот они сейчас такие твёрдые, в возбуждённом состоянии. Точнее, в твёрдом. Вот если на них побрызгать. Побрызгать со всех сторон. Ну, считай, что облизал. Что они начинают? Она начинает намокать. Они, они, да, они. Блин. Они. Лесбиянки, блин. Вот хер знает. Айо. Во. Всё. Хорошая идея. Точно. Не надо было считать, что это я испортил. Вот оно. Во. Теперь можно. Точно. Бля, как я не подумал об этом. Так-то они вкусненькие, правда. Но и... Бля, кто-то сжал. Вот это, считай, можно выкинуть. Да, ребята. Вот эту хрень достаточно просто побрызгит. Да. И всё. Подождал чуть-чуть. И они уже... Это что ж вы разлетаетесь, как какие-то, блядь, мандарушки. Идите сюда. Куда убежали, блин? Короче, хер знает. Не разводите тараканов только. Не надо нажимать на них. Во. Ммм. Да. Они мне чем-то напоминают эти долбаные сухарики, которые я вам показывал в предыдущем видео. Что-то в личной жизни у меня не стоит нифига. Да, похоже, у меня уже апокалипсис наступает. Точнее климакс. Не, ну я так пошёл в магазин. Возвращаюсь. Открываю дверь. А у меня кровать пустая. Смотрю, думаю. У меня прямо перед глазами лежит она в нижнем белье. Знаешь, моя любимая. Она так смотрит на меня милый и говорит, что ты принёс? Давай мы с тобой вместе будем кушать. И мы бы сели так сейчас друг на друг, друг напротив друга и кормили друг друга этими шариками. Я бы ей в ротик. Она бы мне в ротик. Вы знаете, как при любовных играх кормят этими клубничками. Твою ж мать. Ну, это был экспериментальный вариант. Я вам скажу, что они очень твёрдые. Их ни хрена просто так не схватишь и не похрустишь. А если похрустишь, то потом загрустишь. Выплюнув пол зуба. Но и бросать в воду их тоже не надо. Шеф-повар Вася психодел. Вася психодел. Давай. Камон, Вася психодел. Ее, мадафака. Чё ты там? Ты не голый там танцуешь случайно? Нет, нет, что ты что-то. Вот. Ну, ради эксперимента. Ладно, это можно будет. Это я потом выкину. Не, доем. Потому что в воду их бросать точно не надо. Тут говно говном. Но отличная вещь, когда ты варишь суп. Не надо покупать целые макароны. Достаточно парочка таких вот. Похоже на, между прочим, похоже на кошачьи яйчишки. Видишь? Яйчишки. Вот. Пару таких яйчишек в суп. И считай, что у тебя уже приправа из макарошек готова. Если честно, именно для этих целей я их буду использовать. Я взял две штуки на пробу. И это у меня будет макаронное изделие. Ну, как бы вот такая шляпа. Такой вот, такой вот новичок. Что я могу сказать? Тут вообще ничего не написано, как их приготовлять. Единственная инструкция, это вот, хватай и хрусти. Не вздумайте хрустеть, зубы сломаете блять. Но, брызнув разок, они идут очень хорошо. По семечке. И они очень вкусные. Да. Приправка. Это, конечно, новшество. Но я думаю, нас опять в очередной раз подсаживает на какую-то хрень. хрустеть. Потому что они очень вкусные, но очень дешевые. И я думаю, что они через какое-то время уже 40 рублей будут стоить. Что еще вам сказать? Наверное, близится апокалипсис. Европа давит на Россию. И мне это крайне не нравится. Но я стараюсь не лезть в политику. Потому что у меня с ней свои счеты. У меня есть что сказать. Ну, я считаю Америку главным агрессором. А Яну Столтенбергу. Я бы засунул большой черный фалос в рот, чтобы он заткнулся. А, еще, кстати, я бы хорошо... Анна Лена Берлбок. Вот я бы ее хотел поиметь прямо за стойкой Европарламента, где она выступает. Вот. Как Моника Левинская однажды Клинтону делала это там. то я бы хотел сделать Анне Лене Вербух то же самое, только в особой позиции. Вот представьте, она стоит такая симпатичная вроде женщина, да, черненькая там. Кто она там? Депутат Европарламента. Она так стоит вот так вот, нагнувшись за своим этим стойлом, где выступает. А я ей, блин, а я ее сзади пердолю, блин, своим шлангом, блин. Она говорит, мы посылаем оружие Украине, а, бля, мы никогда не перестанем посылать оружие Украине. Да ёшкин кот, кто ж меня там долбит? А я ей говорю, а это Вася, между прочим, блин, привет от русских. Она говорит, и тут она передумала, о, какой классный русский пацанчик, блин, все, мир. И она сказала, она, значит, она там вся намокла бы от оргазма и сказала, я передумала посылать оружие Украине, и пошла Украина в задний проход. Я теперь дружу с русскими, блин. Короче, вот такая хрень. Ну, я не знаю, что, покупать вам это или не покупать, вам решать. А я пойду посы... Короче, как-то так. Вот так. Как-то так. Так. Берем это брызгал. Нейти сбрыгал. Нейти. Берем это брызгал.